Московский коксогазовый завод – городообразующее предприятие, где трудятся тысячи сотрудников. На территории предприятия расположены производственные цеха, перерабатывающие уголь и выпускающие несколько видов продукции – кокс, смола и бензол. Производство повышенной опасности. Меры предосторожности здесь на первом месте, в частности, экологические. Все перемещения сырья либо продукции проходят у нас по закрытым транспортерам. То есть транспортер убран в галерею, либо под землей, либо над землей, где полностью не допускается пыление. На всех перевалках и других операциях, где происходит какая-то технология, связанная с углем или с коксом, у нас стоят специальные пылеулавливающие устройства, которые также не позволяют этой пыли выйти за территорию производства. На заводе 178 печей, где происходит непосредственный процесс коксования угля. Здесь все также герметично, что исключает возможность попадания вредных веществ в атмосферу. Человек специально ходит, еще проверяет герметичность дверей. Если дверь где-то стала неплотно, то у него есть специальный изоляционный материал, которым он эти неплотности подбивает, чтобы никакого выделения разобразных продуктов из печи не было. То же самое происходит и с другой стороны. То есть печи с коксовой стороны, с машиной идентичны. Затем, в соответствии с технологическим процессом, полученный кокс отправляется в следующий цех. Здесь его тушат. От этого в небе над заводом появляется белый стол дыма. Это всего лишь пар, абсолютно безвредный как для природы, так и для человека. Один из важнейших цехов предприятия – цех улавливания газообразных продуктов. Некоторые жители Видного уверены, именно от него в городе порой стоит неприятный запах. Мол, сотрудники МОЗ Кокса по ночам отключают фильтры и делают выбросы газа. За машинным залом мы видим электрофильтры, которые служат для очистки поступающего на переработку фоксового газа от туманообразной каменноугольной смолы. Если данные электрофильтры отключить, то данная туманообразная смола не попадет в атмосферу, она дальше пойдет через всю аппаратуру цеху улавливания и загрязнит нам все аппараты, что приведет к непоправимым последствиям. Поэтому данные фильтры работают непрерывно и имеют стопроцентный резерв на случай выхода одного или даже двух их из строя. Завод постоянно модернизируется. Последние годы его сотрудники занимались вопросом прекращения сбросов сточных вод в реку Купеленку. Завод с середины прошлого года прекратил этот сброс. Все стоки собираются, направляются на доочистку, на очистные сооружения ливневых стоков, то есть отстойник, фильтрация системы, очищаются до качества, требуемого для повторного использования в производственном процессе. И мы их используем на заводе. Таким образом удалось почти полностью сократить количество использования новой воды. По сути, безотходный процесс. Сотрудники московского коксогазового завода уверяют, сейчас предприятия не наносят вреда экологии. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ирина Кошелева. Видно этого.